Доброго времени суток, любители футбола! Это третий и заключительный выпуск подкаста Фрэнсболл о Евро-2024. Подведем итоги, поговорим о том, как выступила сборная Франции и какие мысли у нас по поводу будущего этой команды. Сегодня с нами я, Евгений Козинов, Валерия Октябрьская и Митя Шадрин. Привычный уже состав. Начинаем, собственно, сразу с главной темы. Результат сборной Франции. Мы в группе заняли второе место, попали на Бельгию. За Бельгией сыграли и выиграли. Затем была Португалия. Очень напряженный матч, который понравился Лере в плане игры. Но итогом было то, что сыграли 0-0, сыграли 0-0 в дополнительное время и потом серия пенальти, где победили французы. И в полуфинале нам достались испанцы, где быстрый гол мы забили, но потом быстро пропустили и быстро пропустили второй. Во втором тайме как будто бы ничего не создали и вылетели в полуфинале. Давайте начнем с Леры, как обычно, с ее гениальных мыслей. И невозможно сильно расстраиваться, потому что, ну, бронза есть бронза. Это все-таки не вылет в одной восьмой. И это даже выход из группы. Мне понравилось то, что французы могли дойти почти до финала, забив при этом всего 4 гола. И один из которых только является чистым. При этом там такая комбинация еще была достаточно простая. Самое главное достижение, по моему мнению, это победа в серии пенальти. Потому что, как я поняла, 2-6 лет французы в серии пенальти не побеждали. Это связано, во-первых, с тем, что просто-напросто редко, когда был счет ничейным. И связано с тем, что проигрывали реально в серии пенальти тогда, когда, казалось бы, нужно было выигрывать. Здесь, наконец-то, доказали. Видимо, реально отработали это все, порешали все эти вопросики. Но, как показал матч с Испанией, не отработали забивание голов. Казалось бы, столько игроков с большим опытом, с разных чемпионатов. Но должны же они уметь забивать из шрафной. Но, оказывается, не всегда у всех все получается. Ну, а 2 пропущенных гола, конечно, здесь это полузащита, по большей части виновата. Ну, и защитники, которые очень долго держали испанцев в своей шрафной. Во всяком случае, для меня было очевидно, что так долго держать их, это приведет к чему-то такому. Но от меня все еще непонятно, почему вот на этом счете мы остановились. Почему не было каких-то внятных попыток реально что-то поменять? Потому что все-таки отставать в счете, ну, проигрывать по счету 2-1, это не так уж и плохо. Это как проигрывать 1-0, 1-0. Это не проигрывать, там, не знаю, 5-0, чтобы, ну, не такая большая разница. Вроде бы были возможности. Не знаю, как-то и вышли на второй тайм вроде бы неплохо. Мяч был прямо у ног. И в этом году, наверное, такое бывает, когда просто вот, ну, непруха, да. Но даже с такой непрухой, даже без голов, все равно дойти так далеко, я считаю, это вообще-то, ну, успех. Потому что ощущение, как будто все было против французов, но при этом они все равно как бы шли вперед, как вот могли только. Ну, а не стал вот этот матч против Испании. Во втором тайме. Ну, Франция стабильнее играла, как она до этого все матча играла. В смысле, что не было предпринято попыток что-то изменить, чтобы прям переломить ход матча, потому что как будто бы доиграли, да, с 1-2 и все. Да, такое ощущение, как будто и не стремились победить уже, не знаю, как будто это уже, собственно, внутреннее отчаяние игроков, то, что, ну, ничего не получается, ничего не будем делать. Ну, в принципе, это их выбор, возможно, они даже это не выбирали, может быть, они реально не смогли дотянуть. Я не могу сказать точно, потому что я все-таки в футбол не играю, не знаю, как это происходит, но для меня понятны эти ситуации, когда где очень долго что-то не получается, то может просто уже не хватить сил, чтобы как бы там начать все заново. Скорее всего, здесь начать все заново получится только уже, не знаю, даже что-то, кстати говоря, будет в сентябре, вот уже интересно ли гонаться, будет уже прям это, даже не знаю, оно пойдет так же, вот как сейчас было, или как бы что-то, может быть, поменяется. То, что Франция вылетела в полуфинале, чуть-чуть печально, но не печально, и в целом, думаю, может быть, это даже типа задачи минимум они выполнили, по крайней мере, в моем сердце, где-нибудь в моей душе, дошли до полуфинала, уже молодцы, уже красавцы. Ну ты же другую сетку прогнозировал. Ну я прогнозировал, что они дойдут до финала, да, и в полуфинале Испанию обыграют 5-0, но вот здесь моя ставочка не зашла. Закрывай канал каперский свой. Да, придется у меня, там в минус все ушло после этого. Но Англия же дошла до финала. Ну, кстати, да. С этой стороны ты же все правильно сказал. Ну вот экспресс-то не зашел, все равно. Ну, ансузы виноваты. То есть тебя тоже устраивает второе место и поражение от Испании в полуфинале, да? Второе место в группе, если ты это имеешь в виду, мне вообще пофигу. Типа, как мы это обсуждали в предыдущих сериях, ну, вышли из группы, сделали, что надо было. То, что вышли со второго места, ну и ладно. Они все равно всех прошли. Ну, в смысле, Бельгию прошли, Португалию прошли. Поэтому, как бы, тут вопросов вообще нет, с какого места, хоть бы они с третьего места вышли, тоже без разницы. То, что они вылетели в полуфинале, ну, на этом турнире кажется, что Испания была сильнейшей, и поэтому они стали чемпионами, наверное, заслуженно. Они обыграли французов, наверное, заслуженно. Перехватил мою мысль, я хотел тоже сказать, как многие любят говорить, когда там в футболе, либо в любительском, либо в таком, обычном, что, мол, мы проиграли чемпионом, ну, как бы не зазорно. То есть приятно, что выиграл все-таки Испания, а не Англия, в том плане, что мы теперь можем говорить, что Франция была лучше всех, кроме победителей этого чемпионата. Не, ну, если бы Англия выиграл, тогда было бы неприятно, что мы, блин, даже Англия их обыграла, а мы нет. Да, Францию и Англию же болельщики, ну, по крайней мере, в интернете, в русском интернете, называли самыми худшими командами, там, по игре в футбол. Если бы Англия стала чемпионом, а Франция бы там где-нибудь раньше вылетела, было бы неприятнее, может быть. Но я, честно говоря, не люблю сборную Испании. А я, кстати, тоже. И вообще испанскую. Мы плавно переходим к второй теме нашей. В принципе, в третье место на Евро неплохой результат. Не тот, который мы хотели, не тот, который мы рассчитывали, но... Я бы сказал, что в третье место неплохой результат при такой игре, при таких матчах и при такой сборной. То есть, если бы Франция на групповом этапе всех бы разносила по 3-0, а Португалию с трудом бы прошли по пенальти, и Испании бы так вот проиграли бы, то было бы очень обидно, и сейчас подкаст бы у нас был бы другим, я думаю. Ну да, это не то поражение, как на Евро 2021, когда со Швейцарии вели 3-1, ничья, пенальти и вылет. Да, это, конечно, совсем другая история. Ну да. И это вообще был кринс. Ну да, в принципе, я хотел сказать, что при всех вот этих обстоятельствах, учитывая обстоятельства, которые есть и были в группе, и в команде, и вообще вокруг, не беря в расчет бумагу, на которой Франция чемпион мира и лучшие сборные в мире на данный момент, то, что Мбаппе, то, что сильные поколения, но так понимаю, что и Митя, и Лера, и отчасти я хотели, ну, из этих двух команд хотели бы, чтобы победила Англия. Ну, не из-за их игры, а просто из-за каких-то необязательно логичных предпочтений, симпатий и уважений. Правильно? За Джордана Пикворда, за Эвертон, конечно. Ну да, ты, да, ты фанатка Пикворда. Вообще, насчет Франции, я вспомнила, был классный комментарий, вот как раз-таки группы. Цитирую. Да ладно вам, в пяти турнирах четыре награды, полуфинал, а все так разделись, как будто из группы вылетели. Не, ну, по факту. По факту? Ну, в смысле, как я и сказала в самом начале, то есть, как бы, а какие можно иметь претензии к бронзе? Ну, типа, это же тоже награда. Да нет, это все, это, заложники своих, это все, кто там комментирует и критикует, это заложники своих завышенных ожиданий. Они ждали, что Мбапе будет забивать в каждом матче по 10, потому что он переходит в Реал, а остальные игроки будут выжигать все и вся, несмотря на то, что они целый сезон отыграли и то, что другие сборные уже настраиваются на Францию не как на обычного соперника, а как на сборную, с которой сложно играть. Ну, и, соответственно, какие-то моменты нужно было еще учитывать то, что внутрикомандные трудности, там вот с Гризманом что-то какие-то непонятки были и то да и все. Мы же не всего знаем, что там говорят, даже в СМИ не всего попадает. В принципе. Да и играли-то мы не с лохами. Там и лохов-то, как так получается, очевидных и нету. Только Италия. Нету-то вообще. Ладно, я бы сказала, что этот Евро не был особо интересным, он прям же вот этого. Ой, да, на чемпионате мира ждем. Нет, это невозможно. Она сейчас вспомнит свою картинку, кто не сыграет больше на Евро. Кто не сыграет. Это не возможно. Это просто, ну... Ладно, после такого можно и бронзу получить. Нет, ну правда, сколько команд... Заметьте, на этом Евро, мне кажется, все команды настолько плохо играли, что даже Испания выиграла. Ты же перегибаешь, что Испания-то достаточно хорошо играла. Видели Испанию сколько? Полтора года назад. Они Марокко по пенальти проиграют. Яма. Вот они, они, короче, после этого поражения пошли, поработали над собой и такие, все, больше мы в пенальти не играем. И стали побеждать уже так. В течение дополнительного времени, но не в серии пенальти. Вот тоже нашли способ. Что ты, Дмитрий, скажешь по финалу Испании-Англии? Ты его смотрел? Хотя бы финал-то посмотрел? Да нет, конечно. Не Франции же. Кому интересен этот футбол? Честно говоря, вообще было по барабану. Мне весь Евро было по барабану. Кроме того, что я не очень люблю Испанию, то, что она стала чемпионом. Конечно, ну да, типа, ну да. Но в целом пофигу, молодцы. Все выиграли, ладно. Поздравляю. Пусть завтра в школу идут. Поздравляю, лохи. Но если бы Англия выиграла, то, ну, я бы улыбнулся. Типа, было бы прикол. Был бы прикол, чтобы Кейн что-то выиграл. Было бы забавно читать комментарии. Особенно по контакте. Чисто ради комментариев ждала победы Англии. Реально. Да, там бы бомбануло, наверное, просто у всех. И у болельщиков Англии, наших русскоязычных хейтеров. Ты мне, что ли, сказал, что, типа, если бы Англия выиграла пол... Пол... Нет, или не ты? Полмира бы отказались от футбола. Я. Ты, 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 да, ты. Я сказала... Мне так круг сказал один, то, что если вот такие сборные, как Англия, то тогда никто просто футбол уже смотреть не будет. Да, он сказал, что половина мира откажет от футбола. А именно те, кто только недавно пришел. Ну, прагматизм не приветствуется, люди хотят зрелища, но, блин, когда челики отыграли за миллионы целый сезон, потом еще за сборку надо отыграть. Тяжело, тяжело. Но еще тяжелее воспринимается то, что мы больше не увидим в футболке сборной Франции великого, прекрасного Галеодора Оливье Жеру. Я буду скучать по этому парню с бородой. Классный вратарь, отличный нападающий, забивающий много голов, которого я недолюбливал в свое время, который мне не нравился. Примерно как Златан Ибрагимович раньше просто не любил его, но потом, когда он просто своим, несмотря на свою некоторую эндопрометрию, деревянность и оплошности, шел, шел и забивал, и делал все для блага команды. Даже когда не забивал, просто стягивал на себя троих и давал в пространство другим. Просто уважал уважение мужчина. Боец, борец Галеодор. Буду скучать по нему, это будет уже другая сборная Франции. Мне не так было обидно, когда уходили Варан и Льорис. Как обидно, что уходит в Жеру, но я все понимаю. У него уже впереди только одно. Лос-Анджелес, Америка, песчаные пляжи и кайфы от футбола, где он будет звездой, где у него будут миллионы болельщиков на трибунах и плотники и коктейльчики на берегу теплого океана, скорее всего там. Желаю ему только успехов в МЛС, но буду скучать в сборной Франции. Чак вам запомнился Жеру в сборной? Блин, я как фанат Монтелье с их чемпионского года. Глор, получается. Не Глор, не Глор. Я, конечно, с Жеру очень, ну, не знаю, давайте скажу так, что я даже люблю, потому что когда он переходил в Арсенал, я немножко загрязнул, но начал не то чтобы болеть за Арсенал, но немножко следить за ними. Потом, когда он перешел в Челси, не особо следил, но, наверное, немножко за него порадовался то, что он ушел из Арсенала не куда-нибудь, в Дижон, а продолжил играть на высоком уровне. Потом, когда он перешел из Челси в Милан, а я тогда в те времена уже подключился к известным, ну, по крайней мере, среди нас миланским середнякам, поэтому немножко обрадовался то, что он переходит в Милан, и он в Милане продолжил играть до сих пор на этом классном уровне, забивать голы. Делать сейвы. Делать сейвы, да. Играть за Салернитану периодически, так же в воротах. И сейчас, когда он тоже ушел, он немножко взгрустнул, но больше всего мне, конечно, станет грустно не то, что он ушел из Милана, не то, что он ушел из сборной, потому что это логично даже, а когда он завершит карьеру, потому что, ну, для меня, наверное, вот топ-3 игроков в моем сердечке – это Жиру, Жонас Мартен, воспитанник Монтелье тоже и Рональдиньо, и поэтому, когда Жиру завершит карьеру, потом через пару лет Мартен, которого никто не знает. А насчет сборной, ну, я помню, что он в первом же матче, когда вышел, забил гол Жиру, вроде бы, и я такой, ну, пожалуйста. Мой слон! Слоняра, Жиру. В общем, я в целом за Жиру рад. Ну, у него славная карьера сборной получилась, вышел лучшим бомбардиром, сколько еще, пару лет он продержится на этом. Ну, если МПП продолжит так же играть, то да. Да нет, там отрыв-то еще солидный, чтобы МПП его догнал в течение за два года. Я и говорю, если он еще так и продолжит играть, то да. Не, если он так и продолжит играть, то он вообще не обгонит его. Ну, не, он же, может, так, лет до пятистичек. Но, так как Жиру ушел, мы грустим, но люди в комментариях на Вконтакте грустят по другому поводу, потому что кое-кто не ушел, и не будет их сладких, теплых фантазий. «Видам в сборной! Трискар, видам в сборной!» Я не знаю, зачем они этого хотят, вообще не помню. Человек никогда со сборными не работал. Будем честны, не Эдишам играет на поле, а все-таки футболисты, вот реально. Не, ну, тренеры тоже много решают в футболе. Филипп Диало, президент Федерации футбола Франции, вот он сказал, что до 2026 года, кратчем, вроде как остается Дишам, по крайней мере, обсуждений на том, чтобы его убирать, нет смысла. Плюсы-минусы в чем, Валерия? Разбор по факту, пожалуйста. Здесь просто, знаете, у нас нет альтернативных вселенных, то есть мы не можем, там, знаете, так вот, сейчас вернуться, там, в 22-й год, сейчас мы другого тренера поставим, посмотрим, как оно будет, соответственно, мы не можем сравнить никак в любом случае, но при Дишаме у нас есть просто какая-то стабильность, как вот в том комментарии про, типа, несколько турниров, смотрите, сколько трофеев, это правда. А с другой стороны, ну, а вдруг, а вдруг если был бы другой тренер, во-первых, кто был бы, то вот сейчас, короче, заиграют игроки. Но у меня здесь больше вопросов к индивидуальным качествам игроков в футболе Франции, потому что когда ты стоишь, казалось бы, в штрафной, вот тебе мяч, вот ты стоишь, надо просто попасть в рот, а мяч, действительно, куда-то очень высоко, и я такая сижу и думаю, ну, ладно, хорошо, прощаю. Сомнительно, но окей. Это была просто такая тактика, кто знает. А по Дишаме я не думаю то, что он реально там говорил, типа, ребята, вот план такой, атакуем, но не забиваем. Надо выполнить ачивку. Просто вот они реализовали, забили этот гол, просто понимаете, нельзя было забивать чисто гол, нужно было, типа, дальше. Не забивать, забивать только так. Вообще, это как, блин, как с этим, с матчами Ювентуса, типа, почему вначале не надо забивать, потому что иначе, вот ты сейчас забьешь вначале, соперник захочет сразу ответить, при этом, блин, 90 минут еще бегать с рисующими коленками, поэтому нужно было держать счет на нулях, вот, а то в конце, вот, на 90 минуте, бац, и все, вот так нужно в матче играть. Вот это называется автобус, а то, что Дишам показывал, это вообще не автобус, это называется атака попаданием мяча в космос. Это красная вещь. Это вообще разные вещи. Да, бездари. А то там в комментариях пишут, ну, автобус, что это такое? Да не автобус, это, как называется, реально. Мяч ворота не идет. Мяч ворота не идет, извините. Ну, просто, знаете, магнит не стоит в мяча, вот он отлетает сразу же. Нет, ну, честно, я не знаю, казалось бы, игроки вроде бы там на опыте, типа, сколько матчей провели, стоишь напротив ворот, и в ворота мяч его попадает. Но, с другой стороны, у Роналду была такая ситуация, поэтому, ну, бывает. Больше у тебя просто проклятие, Роналду. А не проверишь теперь. Насчет тренера. Я обычно за стабильность. Конечно, рано или позже что-то нужно менять, но я не знаю, я просто не вижу каких-то реальных претендентов на должность тренера в сборной Франции. Ну, а кто сейчас? Ну, вот там, Зидан. Зидан. А я не знаю, там, Зидан что-то это, три месяца, три месяца, три года. Три года. Пусть сначала Зидан сходит в Ювентус, вон там я посмотрю, и тогда скажу, сможет ли этот человек вообще что-то поменять. Если вот он там сможет что-то поменять, конечно, тогда сборная Франция будет при нем. Так ли Олег же освободился. Потому что, знаете, вот Дишан, например, вывел Ювентус из серии Б в серию А вообще-то. А вот Зидан, что сделал Зидан? Ну, там с Реал Мадридом побежал. Ну, Реал Мадрид и так был сильным клубом, что я могу сказать. А вот... Не, говорю, Олегри освободился, Лер. Может быть, Олегри взбор на Францию. Олегри, Олегри, ну, Олегри, блин, итальянец за то и не подходит. Неправильное гражданство. Расистка. Поменять гражданство на французское? Посмотрим. А так, получается, было новость о том, что предатель среди нас, это же это, он же итальянец, вы что? А так вообще, да, конечно, Олегри, ну, хорошая мысль. На самом деле, может быть, еще и сработает, потому что все-таки защитники, полузащитники сборной Франции, ну, если не смотреть, конечно, на Евро, в принципе, это, конечно, великие люди, да? Я думаю, с них можно сделать настоящий автобус. Как раз нападающие не забивают. В принципе, схема 5-5-0 для Франции тоже подойдет. Как говорится, на каждое место всегда есть пять человек, поэтому 5-5-0, это сработает. Я думаю, если будем играть 5-5-0, то вот чемпионат мира следующий выиграем. Дмитрий, ну, ты-то сейчас должен быть антагонистом и сказать, что Дешама нужно увольнять. Дешама нужно увольнять! Почему? Все записали? Вообще, у меня такое параллельное сравнение есть в Франции и Англии, что Дешам уже сколько лет во Франции, что Саутгейт, сколько лет в Англии, но Саутгейт ушел, и я, честно говоря, сейчас не представляю, куда он пойдет. Потому что... Ушел сбор на Англии, Саутгейт? Когда? В тот день, когда мы записываем подкаст. Обалдеть, вот это новости. Да, мне даже подруга пошутила, что, короче, не выдержал два евро с Кейном. Вот официально Гаррет Саутгейт больше не будет главным тренером сборной Англии. Еще вопрос, с кем бы вы хотели его заменить? В комментариях пишет Олег, с кем заменить. Так вот, что Саутгейт, что Дешам долго работали в сборных, и я не представляю, куда они сами пойдут после сборных, если они куда-то пойдут. Саутгейт вроде работал в молодежке изначально, и когда он пришел в сборную взрослую, он как раз таки звал молодых игроков, которых он знает, и его тогда, сколько там, 8 лет назад из-за этого критиковали. А, кстати, да, перебью, извини. Сейчас вы критикуют. В комментариях тоже писали про то, что натыкался на то, что сейчас вот Анри сработает с молодежкой, можно его будет на дышам заменить. Это вообще самый угарный комментарий был. Так же, как, типа, ты сейчас расскажешь, что Саутгейт работал с молодежкой Англии, а потом стал тренером главной. Вот так же, типа, в комментариях кто-то предлагал, чтобы Анри заменил дышам после работы с молодежной. Я как раз рассуждал в своей голове, что если дышам уйдет, кто его будет менять. Подумал, что французских специалистов как будто бы сейчас даже и не припомни, кроме Зидана, который в отпуске уже несколько лет. И как раз Кианри, который то там, то здесь, вроде бы ничем не запоминается, но он то там, то здесь, и все время на достаточно высоких ролях. Ну что, ну сборная Франции, хоть и молодежная, но все-таки сборная и Франции. И поэтому, мне кажется, если дышам действительно до 26-го года сейчас будет продолжать работу, там уже сколько будет, 10-12 лет, сколько он работает со сборной, мне кажется, это просто уже даже много для одного тренера в сборной. И вот как раз таки к 26-му году, мне кажется, Федерация футбола подготовит Анри, и Анри будет его сменщиком. Типа, мы тут можем рассуждать, а кто, а кто, а кто, а Федерация футбола наперед уже знает то, куда пойдет, то, кого будет тренировать. Ну, звучит логично. Вот. Единственное, что смущает, то, что Анри как тренер бездарь. Ну да, вот при этом я согласен, что пока что Анри вообще не впечатлил, и если он придет в сборную, во взрослую сборную Франции, то у Франции будет период перестройки, а в скобочках провала на каждом турнире. Ну как в этом. Я так думаю. В Монако же после ухода его рассказывали, как он флексил на тренировках. Ну вы че так не можете? Так же я в своем время мог, а вы не можете. Типа пихал игрокам за это. Нет, по логике звучит этот, но смотри, сколько тренеров я видел в молодежке. Тот же Вилли Саньоль, который сейчас за сборную Грузии работает, он же работает тоже в молодежке Франции. Потом его позвали в Бордо, и вот там только он не понравился почему-то тренером, потому что я, конечно, очень сильно расстроился. То есть отпустили в клуб спокойно, то есть нет такого, что они держатся за тренеров-молодежки, чтобы их потом сделать основными. Ты приоткрыл мне мир чуть побольше сейчас, и сейчас, конечно, у меня мысль появилась, что Саньоль, да, может быть хорошим вариантом также, потому что у него есть в том числе опыт со сборной, в том числе на Евро, в том числе, ну, наверное, можно сказать, что успешный. В том числе фотографии с самим Евгением Гузьевым. Это вообще сразу бонус. Да, когда он стоял курил около стадиона, как Крубина. И сейчас для меня, наверное, Зидан, Анри и Саньоль тогда, и три человека, которых я могу сейчас, на сегодняшний день предположить. Мне вариант Анри с чем нравится, с тем, что у него в молодежке тренер Рейджер и Межано работает. Вообще, Франции, наверное, нужен креативный тренер, потому что, в принципе, игроков-то столько много, что здесь даже не обязательно брать главных звезд. Здесь именно, что можно вообще резать все, что ты захочешь, другое дело, чтобы был человек, у которого реально была бы какая-нибудь, не знаю, гениальная идея. Вот этого бы хотелось. Потому что, блин, реально, такой прекрасный подбор игроков. Можно вообще все, что хочешь сделать. Ну вот ты видишь, как раз ты говоришь, что подбор игроков хороший, и им как раз нужен не гений, тренер, им нужен авторитет, который их будет. А Саньол, тот же Анри, Зидан, это авторитет в первую очередь. Кем они были в футболе, они все, кто сейчас играют, все росли на их хайлайтах, поэтому им нужен авторитет, а не тот, кто что-то им гениальное сделает. Потому что в сборной сделать гениальное за две недели, это совсем уж надо быть гением. Нужен тот, кто хорошо организует, как я понимаю, работу в сборной, и поставит атмосферу в коллективе, чтобы команда за короткий перемежуток времени стала командой, если можно так сказать. Ну, кстати, смотрите еще, если Дашам уйдет в двадцать шестом году, то следующий большой турнир в двадцать восьмом году. Мне тридцать лет, я старикан, капец. Можно уже заканчивать, но не про это. А, я думал, тебя в сборную поставить. Состав Франции явно к тому времени будет меняться. Возможно, нынешняя молодежь как раз такие, которые сейчас в молодежке, к двадцать восьмому году, именно к двадцать восьмому, не к двадцать шестому сейчас говорим, пойдет уже в основу. И тогда, сборная Франции и вообще французский футбол будет, наверное, совсем другим. И именно там лидеры сборной будут, я не знаю, Заир Эмери. Поэтому к двадцать восьмому году, блин, я мысли потерял, наверное. В общем, перестройка. Очевидно, у Франции будет перестройка. Если не к двадцать шестому, мне кажется, она уже идет перестройка, потому что кажется, что уже Франция не так, что была там два или четыре года назад. Ну, четыре, по крайней мере. А к двадцать шестому, я не знаю, там, Канте уйдет полностью, Журу уже ушел, Гризман будет на грани того, чтобы уйти. Кто там у нас еще из взрослых? Не, Гризман к двадцать восьмому уже закончить, наверное, ты что? Да. Сначала вот про двадцать шестой, то, что Франция уже немножко поменится, а к двадцать восьмому там уже, конечно, будет вообще другая команда, и поэтому тренер. Ну, и Дешам, наверное, будет, да, к двадцать восьмому году не нужен с новыми игроками и все такое, и сам он, наверное, поймет, что уже надо меняться. И Федерация будет решать, наверное. В общем, мысль, наверное, моя была к тому, что, скорее всего, Федерация будет стремиться к Анри, либо к какому-то, может быть, даже молодому специалисту, потому что сборная будет меняться, молодые игроки будут приходить, и, может быть, даже чемпионат, что там будет, Европы двадцать восьмого года будет таким переходным, и поэтому, если условный Анри придет, то ему дадут это время, чтобы натренироваться и натренировать игроков, а к тридцатому году к чемпионату мира еще бы дожить, там уже будет. И, кстати, здоровски подвел нас к исключительной теме сегодняшней, олимпиаде 2024, как раз там будет тренерский дебют, наверное, ну, крупный такой турнир для него будет, первый для Анри. Наверное, да. И там сыграет сборная Франции молодежная с самым молодым падающим и капитаном. Вот что вы ждете от этой олимпиады вообще в двух-трех словах? Давайте поделимся мнениями. Ну, вообще, будем смотреть, будем следить, чего ждете, составчик, все такое. Три года назад я смотрела Францию на олимпийских играх. Это было грустно. Я так поняла, то, что тогда всех прям таких подающих надежды молодых игроков клубы не отпустили. Я не знаю, как сейчас. В плане отпуска клубов до олимпиады это странный турнир, потому что здесь будет, так сказать, играть не основная молодежная сборная. Глобально смотреть на их результат, наверное, не очень правильно будет, но я, естественно, ожидаю от Франции также топ-4 минимум и Лекозет лучший бомбардир по системе Мы в тот раз в клубы не вышли в олимпийских играх. У нас там что-то поражение было 5-0 от Японии. Крутая была победа над ЮАР 4-3. Это было сильно. Я прям болела в тот матч. Сейчас в Мексике мы еще проиграли. И состав там, да, я смотрела по клубам игроков, там, да, что-то совсем как будто реально от людей, которых мама отпустила на турнир. Их не отпустили погулять. Имбабе обещал тогда поучаствовать. В этот раз говорю, да сейчас это, по итогу опять нет. Я пойму, сейчас будет, когда ему будут уже 50. Жду от Франции попадания в топ-4 в любом случае и открытие новых имен для будущей сборной взрослой. А, нет, там же Анри тренер. Тогда нет, тогда так скажу. Ну, посмотрим, что этот Анри сможет с молодежкой. Вот если он покажет себя здесь на Олимпиаде, то тогда и будем рассуждать, вот тренером в основную сборную через два года. Ну, и женская сборная, конечно же, победится. Кина Каршоуи будет лучшим игроком турнира. А, она там играет хоть? Да, да, да. Ну, ладно. Кстати, уходит этот РВРНР после Европы, после Европы, после Олимпиады. Да, кстати, да. С соперниками будет Колумбия, Канада и Зеландия. Ну, надо выходить, конечно. Да нет, это все этот детский спорт, там, блин, непонятно, кто что. Женьяк? Как его будет? Женьяк был на прошлой Олимпиаде или на позапоршке. А сейчас не будет? Нет. Только Зет такой же в 38. Да. А, понятно. Колумуэнда. Колумуэнда и шарки в атаке. Ну, состав, конечно, из-за того, что клубы не понаотпускали, сильно ослабился. Ну, не по хамилиям, конечно же. А так, конечно, там и Баде, и Лукеба, и Рестерс. Ну, и кто-то сильно ослабил. И Рестерс в воротах, и Трюфер, и Аклеуш, и Шатар. А, или Аклеуш уже. Нет, Аклеуш, по-моему. Кстати, до тех олимпийских был этот вратар прикольный, он этот, как его? Там, Бернарда Нижи играл, по-моему. Во-во-во, вот этот чел вообще прикольный был. Но он в своей, этот, молодежке уже выглядел как 30-летний мужик. Да-да, я когда увидела, такая думаю, типа, это, а там, смотрю, там написано, типа, 24, так я думаю, че, кто, как. Я даже еще удивилась, что там уже до 23-х лет, а там было бы, ну, как у Василия, поняла, там какие-то правила были за счет того, что, типа, проводили в 21-м, не в 20-м. Да-да-да-да-да, типа, потому что в 20-м-то ему было бы 23, он подходил. чего ждете? Не надо посмотреть. Чего ждете от Олимпиады? Давайте вкратце. Победы, хорошие игры, полуфиналы и поражения от Испании. Попадание в топ-4. Третий раз уже сговорю. А, извините. Ну, может быть, верим в Анри, верим в сборную Олимпийскую, верим в женскую сборную Олимпийскую, за ней тоже будем следить. На этом, думаю, можно заканчивать наш третий подкаст. Вот такие вот у нас итоги Евро 2024. Даже не знаю, будем ли... Это французы ведь стали чемпионами, все-таки. Два таких мальчика, Эмирик Лепорт и кто-то там, Ленорман. И Ленорман, то есть, Маршан Ленорман, два француза выиграли. Как я писал, Лерри, что типа Франция в финале или так себе судил, а Ленорман и Лапорт играли за Испанию. В общем, в целом, спасибо, что были, спасибо, что поговорили. Думаю, надо будет собраться что-нибудь по Олимпиаде, если там будет все красиво и неплохо. Также посудачить, поговорить, поболтать, пообщаться. Надеюсь, что Криптики вернется из его турны по польским землям. С вами были Митя Шадрин, прямиком из Перми. Goodbye. Валерий Октябрьский. Я просто панат Англии. Да. Мы еще увидимся. И я, Евгений Козинов, администратор Францбол. Подписывайтесь на наши социальные сети. Телеграм, Вконтакте, это основные. Кто сидит в Нельзя Грамме, можете там подписаться. Там она, кстати, недавно Клэр Лаваже подписалась сама. Твиттер немножко хуже ведется. Ну и больше. Ну, на той социальной сети, где буковка F в принципе тоже может, если вам там привычнее. Всем спасибо. Это был Евро 1024. Таким он получился для сборной Франции. Таким он получился для Фрэнсбола. Будем вместе с Лидой Французским футболом болеть за сборную Франции, за Дидье Дешама и его банду. Ну и, конечно, за Эрбей Ренара с женской сборной на Олимпийских играх и Тьерри Анвис с мужской сборной, мальчиковской сборной на Олимпийских играх в Париже. Продолжение следует...